процессор это мозг компьютера мозг мы постоянно развиваем на чем основывается инновация процессоров реальность есть пара таких вещей чем основе сам инновации процессоров во первых это то что люди хотят или то что им нужно то есть всякие разные вещи как люди хотят иногда быстрее компьютер но то же самое что он должен быть гораздо тоньше гораздо легче жизнь батарея должна быть гораздо дольше то есть и мы именно работаем над тем чтобы мы могли сделать эти эти вещи если мы смотрим другой сегмент игровой сегмент да там люди просто нужнается в мощности процессоров и мы должны сделать такой процессор чтобы эти люди были бы довольны с новыми продуктами которые выходят если мы думаем про сегменты новые которые автоматизация для них нужен процессор который будет был бы очень мелкий и чтобы тоже они могли поставить любую машину там компрессор какой-нибудь там в автомобиль и для них нужно опять некоторые процессора которые нужно сделать для их них нужно то есть каждый сегмент в каждой сфере она другой и каждому мы должны присваиваться чтобы сделать некоторые продукты чтобы был бы хорошей для их работы а если такая глобальная амбициозная задача которая решает intel создавая процессор я понимаю что все это отдельно по нишам что-то одно такое самое самое важное у intel есть теория что мы хотим подключить каждого человека в мире к интернету если на сегодняшний день мы посмотрим то есть больше чем 50 процентов грубо даже 60 процентов людей сегодня сегодняшний день они еще не подключены к интернету у них нет никакого устройства чтобы они могли работать и подключиться к интернету то есть и мы должны сделать что-то новые продукты чтобы и люди могли подсоединиться к интернету могли легко работать узнавать и так далее так что одна из наших тем это именно что как подключить много людей к интернету для тех кто хочет получить эти процессоры для своих устройств вы рассказали об их ожиданиях кому-то нужно поменьше кому-то нужно помощнее а как вы принимаете решение исходя из всех этих иногда несовместимых друг с другом желаний как вы бизнес с точки зрения подходите к выбору на что делать упор и что развивать потому что пользователь хочет чтобы он был мощнее но дешевле возможно ли это то есть люди всегда хотят более мощную систему которым меньше грелась она была гораздо гораздо дешевле из-за того если смотри период после 10 лет на компьютер они стали более дешевый то есть то же самое то есть компьютер как бы и раньше как бы минимум там сто там 1000 евро теперь он стоит гораздо дешевле но из бизнес точки зрения это опять что нужно бизнесу бизнесу нужно чтобы была охранность хорошая то есть security как я говорю то есть и мы делаем некоторые технологии которые позволяют именно чтобы компьютер он был всегда у вас или никто не мог к нему подключиться чтобы они там не украли данных потому что кражи данных это вещь которая растет и для бизнеса очень важная вещь дальше вторая вещь которая есть важно для бизнеса это как мы можем управлять этими компьютерами как администраторы айти департаменты могли бы присматривать за ними потому что много и больше и больше людей они едут по миру они не в одном месте сидят они там в одном другом третьем городе и как нужно бы этих систем управлять если то что случилось чтобы я он восстал и опять человек мог бы работать эти вещи которые важны и тоже мы к этим работаем то есть не только с железной точкой времени но какие технологии мы можем поставить чтобы это работало например как я который много катается по миру да я смотрю очень быстро то есть айти конечно должна присматривать за моим компьютером но мне очень важно что компьютер он был легкий легкий жизнь батерей было долгое все тонкий компьютер чтобы он красивый было и тонкие то есть я смотрю на эти и мощность не не 2 степени мощно сам должен быть 6 если я поставил некого и работы чтобы когда делаю чтобы работа была сделана гораздо быстро то есть я смотрю именно на такой компьютер который совместился вот эти все параметры и в этом смысле если продолжить про тонкости легкость каким вы видите будущее ноутбуков что с ними будет будут ли они складываться в трубочку считывать пользователей по ауре или что нас ожидает до складываться было бы очень интересно я бы тоже хотел посмотреть но близком будущем да мы видим то что компьютеры идут то что мы называем два в одном больше и больше два в одном когда и компьютеры он и таблет и компьютер то же самое время когда он может и 36 градусов переворачиваться или там снимается экран с него и человек его может пользоваться и в форме таблета и или как стандартный компьютер но то что компьютер каждый раз когда мы делаем новые технологии мы делаем чтобы смогли компьютеры сделать гораздо тоньше и меньше то же самое быстрее компьютер и если смотреть если там три-четыре года самые тонкие там компьютер был там не знаю там 18-20 миллиметров самый тонкий на сегодняшний день мы можем увидеть компьютер которая есть там 12 миллиметров тонкости будет может еще тоньше но уже есть достаточно тонкий компьютер и конечно есть некоторые ограничивания механические которые не может не позволить там сделать компьютер который был в 5 или 6 миллиметров но мы смотрим что больше и больше мы идем именно к этим технологиям где становится важные не только что тонкость но и как мы будем использовать компьютер там комнатах доме или как будем не только с мышкой работать но с экраном напрямую с пальцем и будем работать эти все вещи становятся важно и мы видим что к этому все идет вы уже раньше упоминали о 3d камере это один из способов обеспечения безопасности и security он касается ноутбуков спасибо что спойда 3d камера она ставится и в десктопах и в ноутбуках и она предназначена для всяких сферах одно из тех которые говорила что без пароля подсоединиться потому что ваше лицо она становится как ключ как ключ да именно как ключ подход перехода компьютера потому что никто не может убрать его лицо да как бы другим лицом и это гораздо проще просто камера сканируется за пару секунд она может легко подключиться компьютеру но это только на один из преимуществ дальше если мы смотрим 3d камеры то есть даже если работа то же самое 3d сканирование продуктов когда мы очень легко перебросить в компьютер 3d объект и сегодняшний день бывают проблемы когда есть 3d камера которая уже внедрена в таблет внутрена в компьютер мы легко можем поворачивать и смотреть и сканировать эти продукты и потом поставить свои свои продукты свою программное обеспечение где мы можем потом эти объекты и обрабатывать где еще конечно игроки для игроков хорошая 3d камера где они может поставить свое в лицо именно как аватар где они могут использовать в конференции разговоров с другими игроками и когда они может то же самое играть то же самое время видеть других игроков которые подсоединились или себя какого-то подсоединенного смотреть то есть здесь нюансы где вообще некоторые онлайн они есть им становится гораздо интереснее и более аттрактное как бы сказать с другими коллегами вот игроки геймеры они все сильнее влияют на в том числе и производство всяких компьютерных компонентов насколько сильно они оказывают влияние на решение которые принимают например intel в реальность мы очень тесно работаем с игроками очень даже например есть такое intel extreme masters мировая система который назад интел экстрим астерсы где мы собираем самые лучшие игроки и они играют там сравниваются во всем мире там в этом году в польше в кракове было финал intel extreme masters где собрались в зал собрались 24 тысячи людей смотреть как играют и то же самое время были миллионы онлайн обзоров но и мы с этими игроками очень тесно работаем чтобы знали что нужно насколько скорость нужно на эргономика что дополнительные вещи нужны чтобы для интенсивного игрока то есть у нас есть это и ежедневная работа с ними у нас есть даже свои некоторые команды которых мы поддерживаем для того чтобы совместно работать и тесно работать познавая этот мир конечно могли бы сделать тоже продукты которые им были бы годны и хорошие а какие-то необычные может быть направление работы intel существует все знают что это процессоры а что еще да это ситуация такая да у нас больше чем 100 тысяч работников во всем мире да если мы поставим в сторону люди которые работают в заводах и оставим те которые пишут программное обеспечение интелс будет 5 самая большая в мире производитель программного обеспечения то не очень много кто знает про эту ситуацию то есть у нас есть очень много писателей программного обеспечения дальше intel security макафи те кто знает этот продукт который принадлежит интелу ssd диски жесткие диски ssd которые одни из самых лучших на сегодняшний день в мире то есть опять они принадлежит интелу дальше есть процессоры про которых некоторые не знают это есть кури платформы есть эдисон платформа quark процессор то есть и предназначены для некоторых машин для разработчиков movie тестом там которые делают всякие платформы другие не только для компьютеров но и для абсолютно другие другие платформ то есть у нас мы работаем с большой сферой экосистемы как мы можем называть до программы обеспечения и так далее чтобы не только что железо но есть вот именно другие вещи которые были бы хорошие именно для айти я в завершении хочу спросить вы рассказали о каких-то вещах которые мы раньше фантастических фильмах видели 3d камеры тонкие ноутбуки и так далее а какой следующий фантастический фильм воплотиться в реальность по вашему прогнозу какое такое изобретение которое станет уже реальностью в ближайшем будущем очень хороший вопрос если мы посмотрим на такие вещи как в английском вер был сюда часы электронику очки всякие и так далее там тоже нужны процессор тоже нужны технологии программ обеспечения думаю что это одни из тех вещей которые в будущем будет как бы вещь из будущего да и над этим мы тоже работаем достаточно близко чтобы принять эти вещи но тоже я думаю что есть просто некоторые работы это наш инженер работает над этими продуктами и я из его сегодня наверное не могу еще рассказать про продукты которые выйдет пришли больше но то что они многие продукты будут тоньше быстрее новее и выйдут новые всякие продукты про которых мы даже не знаем я верю в это спасибо большое а